Всем привет! Добро пожаловать в Аблок на пару! Сегодня мы просто отвечаем на вопросы. Да, я вот сегодня собаку подстригу, помыла. И кто смотрит наш снапчат, могли там видеть наших животных. Обязательно подписывайтесь на наш снапчат. Снапчат, твиттер, потому что в твиттере... Инстаграм, я в инстаграме сегодня тоже делала. Я сообщаю, если у нас задержка по видео идёт. Там из-за чего это происходит. У нас три инстаграма, влог на пару, ОР Сидых, Анна Сидых. Творчество. Мы идти, выходите, будьте как дома. А ещё, если вы знаете, что хотела сказать. Я вот читаю комментарии, думаю, то, что мы говорим, что вот этот канал, наше совместное с вами творчество. Я ещё подумала, что каждый из вас, кто особенно постоянно пишет комментарии, вы ведёте свой собственный блог, понимаете? Да. И если вы все свои комментарии будете копировать, и куда-то там, я не знаю, в какие-то заметки, что ли, вставлять, у вас получается как дневник. Это так здорово, просто потрясающе. Ну, а ответ, вопросы такие. Оля Майя спрашивает, спокойно ли вы смотрите вместе всякие откровенные сцены в фильмах и сериалах? Она не знает, что я неспокойно с вами. Таня абсолютно спокойна. Я не очень спокойна. Я очень часто, ну, чтобы так разведить обстановку, какие-нибудь такие юморные комментарии в этот момент говорю. Вот видите, она не знает, что я неспокойно с вами. Майя села на... Аня спокойно с вами. Я спокойно с вами. Так что вот так. Да, у нас хороший задник. Задник. Опять же вопрос от Оля Мая. А вы любите детективные истории? Ну да, мы же всё время говорим, что мы очень любим детективы. Детективный роман. Только хорошие. Я вообще всегда любила детективы. И когда в Советском Союзе... Ой, я недавно Аню показывала книжку. Чёрная моль, по-моему, да? Советский детектив. Офигенно вообще. Вопрос от Ольги Т. Плажись, плажись. Аня, внимательно слушай. Нужно продолжить фразу. Да. Место, которое собираюсь посетить в ближайшее время или не в ближайшее время. Вот ты подумай, а потом на 3-4 скажем. В ближайшее или не в ближайшее? Ну, в общем, собираюсь посетить. Придумала? Да. 3-4. Икея. Барселона. Каждый понял по-своему. Мы не сговаривались. Я правда думала, что ты что-то другое скажешь. На самом деле, не в ближайшее время. Потому что нам надо каталог лыбать с нашим изображением. Ой, дорогие друзья! Мы победили благодаря вам. Мы победители недели. Мы победители недели. И вы знаете, оказывается, я сегодня зашла, посмотрела, обнулили все ваши голосования. Ну, так это неделя новая. Да, и начинается новая неделя. Поэтому еще раз заходите, голосуйте, пожалуйста. Там будет все равно еще победитель вообще в этой категории. Вот за все время. Так что поддержите нас. Мы никогда еще нигде не побеждали. Вместе ни разу. Вопрос от Марины Мироновой. Он мне очень понравился. Скажите, какое самое крутое техническое или научное достижение последних лет для вас, которое вас искренне впечатлило? Последних лет? Ну, да. Мне кажется, все равно техника Apple мне больше всего впечатляет. Ну, техника Apple, а что конкретно? Что конкретно? Да, что-то конкретно тебя впечатлило? Наверное, Wi-Fi меня впечатляет. Wi-Fi, да? Да. Меня Wi-Fi... Hi-Fi? Hi-Fi, Hi-Fi. И интернет. Вот интернет вообще, вот последнее время, если считать общим, вот, век именно, интернет очень впечатляет как открытие, потому что он полностью изменил жизни людей. Отлично. И в профессиональном плане, и в личном, в общем-то, полностью жизнь изменилась. Даже обучение изменилось, потому что теперь не надо запоминать, теперь можно... Да я хотела сказать. Я ее недавно прочитала и рассказывала. Не, ну, я всегда говорила, что уже когда интернет появился, я говорила, зачем все это учить и запоминать, когда можно теперь просто зайти в Википедию или просто загуглить. Вот я все время своим знакомым всем говорю, у которых маленькие дети, что скоро детям будут при рождении чипы внедрять в голову. И эти все бабушки наши знакомые говорят, ой, да нет, этого не может быть, я не разрешу. Вот это вот самая коронная фраза, я не разрешу. А недавно я прочитала, ну, вы, наверное, знаете, что есть такие очки, гугл-очки, которые все абсолютно, как компьютер работают, скоро будут такие линзы. Вот это, конечно, гугл-линзы. Гугл-линзы. Я, конечно, обалдела, когда я прочитала. И, собственно говоря, вот именно благодаря этому изобретению действительно уже экзамены абсолютно никакой роли не играют, потому что человек бессмысленный будет. Человек сидит за партой, и все, что угодно, да, он может своими глазами видеть, а больше никто этого видеть не будет. Так что обучение действительно будет кардинально меняться, и вот это, конечно, потрясает. Естественно, интернет, Wi-Fi, все это круто, но стиль жизни, который веками складывался, прочитай, запомни, выучи. Буквально за десятки лет изменился. И теперь все это отмирает, это все будет ненужным. Да. Не знаю, увидим мы это на своих детях или нет. А мы, поэтому спрашиваем, почему, когда цивилизация погибает, от нее ничего не остается? Потому что никто ничего не запоминает уже, и уже ничего и не остается. Ну вы тоже напишите, что вас потрясало. Да, конечно. Обязательно, искренне впечатлило. И на раз, два, три, четыре напишите, какое место вы хотите посетить. Икея или Барселома? Или свое какое-то место? Стелла Кум просит нас посмотреть передачу, мы еще не посмотрели, но я обязательно ее посмотрю. Я тебе потом расскажу. Так, так это что же было? Вот почему-то у меня здесь не написано, кто задал этот вопрос. Но вопрос по поводу зимнего ухода за кожей лица и рук после 50. Какие кремы из Бори лучше применять в зимнее время? Я вам так скажу. После 50 лет я использую. Ну давай, ты чай. Ну конечно, да, зимой питательные кремы. И мы вот все обещаем вам сделать обзор своих покупок. Ну, так получается, мы обязательно сделаем. И вы как раз посмотрите, что мы уже запаслись на зиму. Да. Действительно, такими питательными средствами. Ну, естественно, и против обветривания кожи. И еще, вы знаете, все равно увлажнение должно быть обязательно. Я вот сегодня включила даже увлажнитель воздуха, ну потому что очень тяжело в квартире дышаться. Очень тяжело. Прям вот кожу ощущаешь, насколько неприятно прям. Я подошла к нему, там эти самые пары выходят, и я дышу, и мне прям, вы знаете, внутри даже хорошо становится. Нос, вот внутри носа сухо все. Нос, горло скукожилось, там постоянно что-то происходит. Ну, конечно, все равно увлажнение должно быть. Но увлажняющий крем наносить нужно где-то за 40 минут до выхода из дома. Это если мороз. Ну, я думаю, что в Москве мы не придерживаемся такого все-таки, таких условий, потому что выскочил сразу в метро, выскочил сразу там на работу или в магазин, но все-таки на остановках недолго стоим. Вот, поэтому, ну, а питательные, да, средства. Мы, кстати, вчера, да, заходили, я уже перепутала все дни. Куда? В хобби-центр. Нет. Да. Да, да. Вчера мы заходили на Щукинской, в Щуки на пятом этаже открыли, вместо «Белый ветер» закрыли, открыли хобби-центр. Там всё для творчества, и в том числе продаётся чистое масло ШИ. Да. Представляете? Можно самим сделать. Да, и там очень много всяких компонентов, из которых можно сделать кремы. Масло для тела, скраб для тела. И чистое масло ШИ. Напишите, кстати, если хотите, чтобы я сделала что-нибудь своими руками такое. Конечно, хотят. Там много разных эфирных масел и просто масел. Так что можно это масло ШИ взять и в любой крем добавлять, и для рук, и для ног. Ну, я думаю, что так как-то. Да. Да? Наше время есть? Да! Наша благодарность! Нет, подожди, очень короткий вопрос. Алена Вандышева спрашивает, а где вы живёте? Я просто только сегодня подписалась. В Москве. Да. Мы живём в Москве! В Москве, милочка, в Москве! А что я хотела сказать? Хотела благодарности сказать сегодняшнему дню. Я сегодня очень благодарна, что я выстояла, потому что я спала сегодня только 3 часа. Вот вы спрашиваете, а когда вы спите мало? Вот я сегодня спала. Всегда достала на сегодняшний день. Да, и я как раз перед этим видео, почему я такая, наверное, ещё странная сегодня, потому что я подремала хоть чуть-чуть. Такой хорошо. Я благодарна сегодняшнему дню, что я его весь провела дома, с любимыми животными. Занималась семьями. Вы знаете, просто вот после вчерашнего дня отходняк был такой, мне так дома было хорошо. Так хозяйственными делами, было приятно заниматься. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, из какого вы города? А то мы только подписали. Какое техническое событие вас больше всего впечатлило? И первый вопрос был о чём? Первый? Я уж не помню. И на первый вопрос, пожалуйста, ответите. И на второй, и на третий. Мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко! И желаем вам доброго утра! Счастливого дня! И спокойной ночи! Пока-пока! Пока-пока!